Девушки отдыхают А все-таки странная эта штука жизни Вот так вот живешь-живешь 20 лет Тусуешь ветер, как неприкаянный В поисках какого-то подобия мечты А потом все бабах И меняется в один век Притом меняется так, что аж дух захватывает Вот я Кем я был еще месяц назад? Простой, безработный актер Целыми днями шлялся По клубам и ресторанам С одной лишь единственной целью Зацепить какого-нибудь продюсера или режиссера Который даст мне роль в своем дерьмовом фильме А теперь А теперь я и мой друг Участвуем в самой крупной игре города И что самое приятное Эти неудачники Даже еще не знают, что проиграли Как бы виртуозно Они не шпилили Что бы они там все не придумывали Как бы здорово не блефовали У них нет против нас Ни одного шанса Ни одного ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фактурно Только не дергайтесь Пациент пришел Белый Идешь к машине и ждешь нас Ник Я иду в сортир Как только наш клиент Идет попудрить носик Сразу за ним Сделай из него фрикасе Че ты выражаешься-то? По печени шерно стучать? Сделаем Не вопрос Трэш и угар Я люблю развлекаться Приберите документы Давайте, братцы Кушать вам с зайчиком До недавних пор Что же тебя стабильно затянет в разбор Просто обнимай Барабайки не отбор Должен быть просто Найти себе работу Нет, спасибо, бац Ты уже бежишь Они за тобой Куда ты, малыш? А ты мне что дал? Хм? Я же еще вам прошлый раз сказал Что порнофильмов у нас нет А в этом кино Есть довольно откровенные сцены Сладенький мой В следующий раз Я тебе это откровение В задницу засуну Прямо между ягодиц Понял? Это Беру с собой Как-то вас надо учить Гандону Здравствуйте Здравствуйте Вспомните меня? Я просила оставить вас Мне кассету А Да-да Вспомнил Извините Любовное настроение Вонга Карвая, да? Точно Спасибо До свидания Вау! Чуть запластилинного ворона покатила Че, мультики брала? Э, очнись, Ромео Ворона улетела А друзья остаются Как тебе? Первое место Ты пойми, старик Лицедейство Это не ремесло Это Искусство перевоплощения Которое, между прочим Дано далеко не каждому Хорошо Хорошо, если хотя бы один из ста актеров Может играть прилично Понимаешь, старик Настоящий актер, он как хамелеон Он должен уметь меняться Он должен уметь быть разным Где наш актеришка? Вон он стойки трется А? Вот я Я могу быть белым А могу быть и серым Эй, серый Пссс Белый Охо, слышал? Поклонники, пойду нам автограф Люди они серьезные Денег у них немерено И самое главное С ними всего один охранник Бабок можно срубить просто по легкому Ну, а ты-то откуда знаешь? Мать у меня там горничная работает А они нас не выкупят? Зайдут к твоей маме с утюгом И все Да там весь отель в курсе Они первым делом на официантов подумают Потому что Потому что они к ним по несколько раз в день приходят Ну так что, Ник? Ты с нами? А про стволы вы подумали? У охранника точно пушка есть И у нас будут Откуда? У мамаши возьмем Слышь, старик Это уже следующий вопрос Ты с этим определись сначала Эти игроки Сколько их? Четверо Наверняка криминалы Короче, Ник, я не буду на тебя давить Решай сам Но с тобой или без тебя С деньгами им придется расстаться Да И все деньги ему сразу отдал А я тебе еще раз говорю Такой же псих, как и он Ай, в видеопрокате работает Ну вот точно Вот ты наезжаешь на Тарантино А вот если бы тебе кто-нибудь из них предложил сняться Ты знал, что все актеры бухают Это наш фирменный стиль Наш? Наш Да ты еще ни в одном фильме не снялся Даже в каком-то зачуханном сериале Уже закладываешь, как звезда Хватит гнать Ты же знаешь, что меня приглашали Меня приглашали, а я сам отказался Да, помню, помню В порношке Настоящий прорыв в карьере Че, правду ты мне не рассказывал Че ты отказался Да пошли они все Я свой талант актера не на помойке нашел А где в наливайке? Слушай, Марья, вот откуда в тебе столько желчи, а? Что ты такой злобный? У тебя что, супермой токсикоз, что ли? Меня уже досталось здесь торчать Мы третьи сутки их ждем Сколько можно? Ладно Если сегодня ничего не получится Завтра меняем план действия Постой Вон они, кажется, идут Слушай, он бывает когда-нибудь один, а? У меня такое впечатление, что у него боязнь одиночества Я не удивлюсь, если я узнаю, что он сбит с Плюшевым Мишкой Слышишь, Белый Ты можешь дойти-то вверх? Это вечное некоторое время Да на, возьми хоть назовсем Ладно, поехали по домам Завтра все сделаем по-другому Завтра все сделаем по-другому Завтра все сделаем по-другому Завтра все сделаем по-другому Хурлетку Завтра все сделаем по-другому Завтра все сделаем по-другому И летálю check Плещ У нас тут целая их нужно неред ten На полу Карт Здорово, бродяга, рыбнешь и снесу башню, руки на стену смотреть перед собой Перед собой, я сказал А теперь не двигайся Может пойдем? Или хочешь оказать ему первую помощь? Платые номера на наших мусорских сил Когда и ипограммы нашей жизни перспективой В роли одну шарку даем, рискуем и теряем И что же будет дальше, мы пока еще не знаем Нам не нужны хозяева, не гнутся наши спины Там такие нахожи настоящие души Сомневаться на причине и без поздоров Мы признанные короли, круглого покара Ну как все прошло? По плану, он сортирник, за ним романул Вот тут в отключке, мы станков искали И ноги Ник, молоток, слышь, а я честно говоря в тебе немного сомневался Ну так, чуть-чуть Ты свои сомнения оставь при себе Ник пацан, и он это доказал И впредь, на будущее Если у кого какие непонятки Прошу об этом говорить до дела, а не после Послушай, Марат, дай мне пушку посмотреть Да, хорош С таким можно даже Тайсона заставить джигу танцевать Всегда в игре, всегда в деле И никогда не поднимаем дивидендов на беспредель Жестокий по неволе, но не сущайте краски Мы не цветы, и не будем вам читать сказки Работу выполняем, свою долю получаем И нам не привыкать, когда рискованно играем За карточным столом, кругом конкурентов Мои тузы подьют любую карту монетов Такие, как вы, немало, скитаются по свету Не обрекая, ты и души в поисках монеты И враги от земла, или от Бога У нас разные судьбы, но у всех одна дорога Не знаю, в чьи меры мы хотим быть первыми А в веленные времени, друг другу вернует И о чем идет смело, и при любой погоде В этой жизни мы всегда в игре, всегда в холоде Три туза, всегда в холоде Три туза, четвертый на подходе Три туза, всегда в игре Они всегда в игре, всегда в деле Три туза, всегда в холоде 3 тузаны! 4-й на подходе! 3 тузаны! 3 тузаны! 4-й на подходе! 3 тузаны! Может быть, не стоило играть меринг рэмбов. Этот тупой качок мог запросто нас кинуть. Хотя, конечно, он хоть и беспредельщик, но не дурак. Должен же понимать, что в честную, поиметь с нас можно гораздо больше. И потом, мы бухали как-то с ним вместе. И он признался мне, что считает меня реальным чуваком. И я его считаю реальным чуваком, а реальные чуваки не кидают друг друга. Ну, что ну? Штука, я как-то говорила. А теперь я предлагаю поехать и пропить эти деньги, как положено, с первого подъема. Ясно? И никаких отмазок я на этот раз не приму. Это закон, понятно? А с тобой, мистер Кутило, никто и не спорит. Поехали. Тусовочка! Давай, давай. На заднюю, Крифавелев, на заднюю. Свобода! Посмотри со стороны на эта дорога. Свободна, мелодия, все спето-темный город, дает мысль. Я больше хотеть на заднем сиденье и подруг пойметь. Я лечу, я качу за двумя телами. Знакомая улица, и не поедут с нами. Белом для себя припудет нас и начинаю свой путь со свободной трассы. Любимые бумаги всплывали, люди с барсерки и взгляд тупо. На портрет зеленый серд я продолжаю бой. Я расслаблен снова, и селенью в кармане мусора не скажут слова. Мои деньги, моя свобода, мой бизнес остается в мать. Мои деньги, моя свобода, мой бизнес остается в мать. Еще неделю назад мы бы даже не парились. Купили бы трубу в магазине и платили бы этим уродам-капиталистам за каждую минуту трепа. Но теперь, когда мы стали крутыми пацанами, нам в подлях давать на себе наживаться. А в гетто можно купить мобилу со встроенной платой и базарить на халяву хоть сто лет. Мои деньги, моя свобода, мой бизнес остается в мать. Мои тяньки, моя свобода Бой писать, остается мой Ну, вау Ох ты, ну теперь, когда у нас есть мобильник Нас ничто не остановит Это тот четвертый, которого нам так долго не хватало Ну что, один на всех и все за одного Ладно, поехали, клоун А я вам говорю, зря мы сюда приехали Нас сюда никто не пустит, у них здесь весь контроль Ход только для истинных арийцев Поехали там где попроще, а? Слушай, Белый, ты что-то сам на себя не похож Ну а где тот дерзкий беспредельщик, которого я знаю? Где-где, здесь я Просто я не хочу, чтобы какие-то охранники Послали нас на три веселых буквы при всей тусовке Не драться с нами с ними? Слушай, а почему не подраться? Ник, ты как? Я? Я за Всех там замачиваю уродов Ну ладно, это вообще не разговор Вы меня знаете, я не против хорошей драки Но какой смысл, какой кайф драться по-трезвому? Поехали, накатим грамм постой, потом разберемся Вот там и накатим Топ, ребята, сегодня вход только по клубным картам Да-да, мы в курсе Гоша! Все в порядке, Леша, ты ко мне Привет Здорово! Мари, упутан, разома просто Я, кстати, через Марата вас давно приглашу Да Марат у нас как стирает, просто Подожди, у вас не поговорили с ней? Что, шесеры, да? Гоша, да полно А кстати, мы с ней как шесеры Гоша, 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 Гоша Что? Клюшик прикольнее водится Специально для тебя как грязь Давай, Марат Вау! Ну че? Позорвем этот курятник Фуа! Позорвем этот курятник Убарек! Ты здесь! А ты как сюда попал? А? Хотя уж по нами все пролезть, да Бискать? Очень кстати Че? Че? Ищешь, кому присунуть? Душки здесь отменные, да? Хотя, ты знаешь Я думаю, тебе вряд ли еще перепадет Раз ты что, зрачнуть В сортире, а? Чего, маленький? Ты мой хороший Даня, начнем сортира Пора подняли Бутылку шампанского Полусладкого Полусладом Полусладом Ролж outrage Бать Пора подняли Попрос Внутри Уважай Уважай Субтитры сделал DimaTorzok И не открывай это в подарок! О-о-о! Я вижу, что ты вообще развлекаешься. Пошел, может, потанцевал что-то. Субтитры сделал DimaTorzok Привет! Помнишь меня, Марат? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это мой мобильный. Так что можешь звонить любое время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обещаю. Желаю приятно провести вечер. Пока. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Декилу, братан! Декилу! Ну что, как дела? Познакомился с кем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пристал какой-то чудак, говорит, что режиссер мой предложил мне роль в своем фильме. Сказал, что я очень колоритный персонаж. Ты знаешь, мне кажется, что он гонит. Это почему? Ну, не похож он на режиссера. Весь какой-то небритый, одет кое-как. И по-русски еле-еле разговаривает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так он что, иностранец, что ли? Говорит, что Югослав. У него фамилия еще такая, знаешь, странная. Гу-гур... Гурица. Подожди, а ты ничего не путаешь? Может быть, кустурица? О, точно, кустурица. А ты что, его знаешь-то? Да ты что, дебил? Ты вообще понимаешь, кого ты отшил? Это же один из самых знаменитых режиссеров в мире. У него мечтает сниматься все звезды. Покажи Гео. В спитболе, ё-ха-ё-ха. Ах ты придурок. Ты меня развел? Один-один, это тебе за горшку. Блин, а я поверил, а? Кустурица здесь, это же полный бред. Ты, между прочим, зря так говоришь. Сюда очень много кто приходит. Мне Гоша рассказывал. Я теперь здесь буду постоянный клиент. Знаешь что, друган, да вместо того, чтоб по-глубым шататься, ходил бы лучше на кастинге. Поверь мне, пользы больше будет. Кастинге, кастинге, это ты лохов. Почему такой занудливый ты стал, а? Почему ты все время пытаешься разрушить мое радужное представление об этом мире, а? Кайфало прям какой-то в натуре. Надо тебе погоняло подходящие придумать. Карри! О! Нет! Лучше знаешь, сортирный убийца! О! Конечно, это был не самый легкий способ заработать. Мужчины здесь собрались конкретные и крайне серьезные. Вот этот, например, Леша Киевский, бывший Катало. За свою жизнь обул лохов больше, чем у Казановой было женщин. В конце прошлого века обосновался в городе, купил себе район и эту гостиницу, кстати, тоже. Эго-маньяк и садист с комплексом Наполеона. Ненавидит всех, кто выше его роста. О! Жора Большой, левая рука Киевского. Трусливый извращенец. А, ладно, проехали. Не хочу даже о нем говорить. Михаил Мельдман. Мишель. Гроза всех богатых дамочек. В свое время он переспал с женой министра и его объявили во всесоюзном. Миша тут же соскочил на историческую и тусовался на родине предков до тех пор, покуда министра не сняли. Обратно он вернулся уже респектабельным бизнесменом, владельцем фармацевтической фирмы «Дары какого-то там моря». Но с ним оказалось тоже не все так просто. Для коммерсанта он слишком мало времени уделял своему бизнесу, а все больше обхаживал разных чиновников и политиков. Ну и, наконец, Анатолий Чернов. Самый интересный персонаж в этой компании. В криминальном мире известен как Чернов, полковник, Толи КГБ, стратег и так далее. Бывший комитетчик, руководил отделом спецопераций, уволен за симпатию к путчистам. В данное время занимается разработкой и планированием афер для криминальных группировок. Очень уважаемый среди гангстеров человек. Вот такая вот неслабая компания поджидала нас. Да если бы мы только знали, куда премся и каких людей хотим опустить на деньги, то все равно бы пошли. А какая хрен разница? Главное, что у них есть воздух, лаве, бабуля. И нам они ох как нужны. Ну что, мужчины, приготовьтесь. Сейчас будет гоп-стоп. Морду открой. Чего надо? Это официант! Тише, рыбнешь, это лучше шпулю. Ну как степи. Никому не двигаться! Да не волнуйтесь, мы не из налоговой. Это всего лишь ограбление. Ребята, а вы не ошиблись? Аптека-то этажом ниже. Это хорошо. Она тебе может понадобиться. Грубо. Да вы что, шпана, совсем оборзели? Вы хоть знаете, кто мы такие? Мужик, мне по барабану кто ты. А если будешь понторезить, то станешь трупом, понял? Тихо, тихо, тихо. Тише, тихо, тихо. Ребята, Леша. У ребят нервная работа. Могут напугаться, сделать какую-нибудь глупость. Вы собирайте деньги, собирайте. Чуть побыстрее. У нас просто игра. Собирайте. А мешочка у вас нет? Понятно. Так все не влезет. Там в спальне есть наволочка. Нужно взять и туда складывать. Вы, ребята, первый раз, да? Это у тебя? Так ты ответь, ничего, мы подождем. Подождем. Алло. А, привет. Узнал, конечно. Знаешь, я сейчас немножко занят. Нет, нет, я могу разговаривать. Нет, не передумал. Давай завтра в семь возле... Лучше ты скажи, где и когда. Отлично. Давай. До завтра. Завтра свидание. Очень, кстати, денежки. На подарок. Рекомендую. Кольцо с бриллиантом. Можно машину. Никто не устоит. Она не такая. Все они такие. Ну, не такая, так не такая. Тогда огромный букет рос. Стопроцентный вариант. Главное, не жмись. Чтоб было не меньше полусотни. Большое спасибо. Мы пошли. Что? Ну что, вскрываюсь? Каре. А это еще что такое? Это мой трофей. Штелла состоялась, я предлагаю отметить. Ник. Эй, чемпион. Парад. 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 Напиток достойный Диониса. Послушай, Марио, объясни мне, пожалуйста, что за секс по телефону ты там устроил, а? Ну, это был очень важный звонок. Мне нужно было ответить. А ты не мог потом позвонить? Не понимаешь, что ты мог все испортить? Ну, все прошло как по маслу. Ну, да. Ну, тогда какие предъявы могут быть? Никаких. Да потому что халява! Наша девочка победа! А мне кажется, что наш дружок однолюк. Вы посмотрите. Они похожи, как две сестры. Как близняшки. Беретта. Мое любимое женское имя. А ну, твари, деньги быстро обратно в мешок кинули мне! Ей-и-и-и! Только ветер в голове В Вот, что тут мы говорим! Тем, и quality aşают, ты честно, не есть ли мы передWhy?! Да! Это что, все мне? Да. На, держи. Ха! Носильщик! Давай я помогу. Я пошутила, ну что ты, такие красивые цветы. Ну что, какие планы? Пойдем в кино? Ну, такая хорошая погода, давай лучше погуляем. Давай. Знаешь, поначалу я был крайне самоуверен и полон надежд. Но в результате даже не прошел творческого конкурса. Ладно, давай не будем о грустном. Вот расскажи лучше о себе. Ты где-нибудь учишься? Ну да. Я учусь на жорфаке в МГУ. Здорово. Наверное, мечтаешь работать виджеем на МТВ. А это почему ты так решил? Ну, в принципе, конечно, да. Это весьма заманчиво. Быть, например, ведущей программы «Стилиссимо» по-бам! Так, значит, ты об этом думал, а я попал в десятку. Ну, думала, думала. Два раза перед сном. А ты о чем мечтаешь? Перед сном? О тебе. Я надеюсь, ты ничего привольного себе не позволяешь? Нет, что ты. Всевышей степени прилично. Никаких пошлостей. Ну, все равно. Ты меня смутил. Давай сменим тебя. И тогда ты узнаешь, и тогда ты поймешь. Я сильный, умный, добрый, смелый. Я хорош, я хорош. От кого цветы? О, пап, привет. Не знала, что ты дома. Так от кого цветочки? Ну, так. От одного знакомого. Ты не знаешь. У вас сегодня было первое свидание. С чего ты взял? Такие букеты, как правило, дарят на первое свидание. Это прям Шерлок Холмс. Ну, и как впечатление? Замечательное. Что, намечаются серьезные отношения? Может быть, пап, я не понимаю. Ну, что это ты вдруг заинтересовался моей личной жизнью? Раньше я за тобой подобного не замечала. Ты, на секундочку, моя дочь. Мне бы вообще-то не хотелось, чтобы ты связалась с кем-нибудь там проходимцем. Не волнуйся, он не проходимец. Откуда такая уверенность? То, что он не похож на твоих знакомых, уже говорит его пользу. Хорошо. Посмотрим. Давай пригласим его на обед. Будет повод познакомиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот Лео, он немного со странностями. Вы только внимания особо не обращайте. У него просто очень сильно развита паранойя, мания величия. Ну, дело он твое хорошо знает. Вы сами в этом сейчас убедитесь. А мы ему зачем нужны? Он тему хочет одну замутить. А все сделать ему одному не по силам. Надо, чтобы тот прикрывал. О, а это что за гоблер-то он? Нет, не он. Лео у себя. Пссс. Лео у себя. А ты что тут сидишь? А я забыл. Чего? Порой. Ага. Понятно. Живая шляга. У-у-у. Вот тварь. Что надо? Давай, открывай, это я. Кто? А кто это там с тобой? Это Марат и Ника, я тебе о них рассказывал. Отойди в сторону, я на них смотреть буду. Ну что, доволен? Или вплоть не развернулся? Отношения к органам имеете? Ах, повы! Слышь, папа, давай открывай, я сейчас на крышке Белый зову, параной, хреном. Белый, какое мое второе имя? Вот так твое второе имя. Белый, говори мое второе имя, или я отключаюсь. Бруно, Бруно, что у тебя? Пароль. Белгейтс Лох, доволен? Все правильно, заходите. Ты кого боишься, придурок? Я смотрю, дядя, ты до хрена понимаешь, че? Это только дураки, типа у вас ничего не боятся. А реальные люди всегда на измене. Знакомься, это Ник и Марат, я тебе про них рассказываю. Давай, Лево, покажи им шоу. А Лево это почти как Нео. За тебя, Леопоний. Идите сюда. Пошли, посмотрим. Не, нет уж, спасибо, я это уже видел. А вы идите, я вас тут подожду. Есть всего две маски. Так что пусть кто-нибудь возьмет полотенце. Лево был настоящим психом. В свое время он очень плотно сидел на ЛСД. И теперь у парня собственное представление о мире. Лево был абсолютно убежден, что всеми людьми управляет матрица. Себя манил избранным и во всех подозревал агентов. Лево любил повторять, что каждый в жизни должен найти своего Морфеуса. Ну, иногда, иногда голова у него работала очень даже в правильном направлении. Потрясающе. Слушай, если бы своими глазами не увидел, с натурой бы подумал, что настоящая. Ну, объясни, как? Каким образом тебе это удалось, а? И полоска, и водный знак. Просто алхимия какая-то. Что, круто? Я эту фигню три года делал. Там столько всего понапихано. Но это не для вас, тугих. Вау! Ну, это же колондай! Эльдорадо! Такой машинкой можно купить целый мир! Вы слушайте, вы его больше. Это настоящий сто долларов. Лево просто снял с них краску, а машинка эта. Обыкновенный муляж. Это правда? А что, здесь кто-то решает, что правда? Так что, значит, это все иллюзия? Все в нашем мире иллюзия, малыш. Нифига! Повелись, как лохи! И что, мы сюда перлись смотреть дешевые фокусы этого шизика? Остынь, Ник! Итак, суть развода ясна. Теперь объясни, что требуется от нас. Эй, алло, 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 алло! Есть кто дома? Двести за марку, пятьсот за грамм. Деньги вперед. За какую нахрен марку? Это мы, э! Кто мы? Ты достал уже, а? Ты что, опять по новой, что ли? Слышь, Микки Маус, давай, приходи в себя. Или мы отчаливаем. Что за тема? Короче, есть у меня одни пассажиры. На сто штук. Но они ребята мутные. Надо, чтобы кто-то со мной пошел. Но если вдруг выйдет какой-то гимор, проблемы у всех будут. Поэтому я согласен на равную долю. И сколько они дают бабок? Сорок тысяч долларов. Вау! Слушай, а если это все иллюзия? Нафига этот шуткий запах, а? Чтобы не было лишних глаз. Ну что, мне нравится. Я за. Я за. Я за. Продолжение следует... Карлос! Проходи, родной! А это что за клоун с тобой? Ты что, Карлит, а нас боишься? А ты себя в зеркало-то видел? Ну, видел. Ну, а что спрашиваешь? Где у вас здесь темная комната? Ладно, пойдем. Когда убедитесь в качестве, спрячьте это предание. Краска сохнет ровно сутки. Это я возьму. Продолжение следует... Слушай, а этот Карлсон просто гений. Такую машинку собрал. Он где-нибудь учится? Угу. В химико-технологическом. Ага. Лучший ученик. Надежда института. Вот ваши сто штук. А теперь хотелось бы получить наши сорок тысяч. Слушай, Карлита, продай машинку, 50 штук даю. Не, Зураб, не продам, не проси. Так что, если хочешь устроить здесь бойню, продолжай в том же духе. Ладно. Не будем портить хорошее впечатление о сделке. Тем более, нам еще вместе работать. Карлита, через неделю возьмем еще штук сто. Телефон знаете. Звоните. Привет. Привет. Это тебе. Спасибо. А это твои друзья? Знаешь, этих придурков я первый раз вижу. Ну что, какие планы? Может, сходить в кино? Представляешь, отец пригласил нас на обед. Ты не против? Даже не знаю, но вообще можно. Тогда возьму букет подарящего Вике. Это жена отца моего. Да я еще могу купить. Нет, не надо. Этого достаточно. А знаешь что? Давай купим тогда что-нибудь твоему отцу. Вот что он любит? Подари ему сигару. Он их обожает просто. Договорились. Честно говоря, я сама была удивлена. Он раньше никогда не спрашивал о моих знакомых. А теперь вдруг такой неподдельный интерес. Ты знаешь, мне кажется, родители должны знать, с кем общается их дочка. Я постараюсь произнести на твою папу хорошее впечатление. Заходите, мы вас ждем. Здравствуйте, это вам. Мне? Спасибо. Мне так давно никто не дарил цветы. Машин папа подарил мне огромный букет на первое свидание. И с тех пор решил, что с меня хватит. Да, кстати, познакомьтесь, это Марат. Очень приятно, Виктория. Можно просто Вика. Заходите в дом, а я пока поставлю цветы в воду. Вы, наверное, Марат. Наслышан, наслышан. А я Машин папа Анатолий. А было бы любопытно узнать, молодые люди, а как вы познакомились? Наверняка какая-нибудь романтическая история? Да вовсе нет. Все весьма прозаично. Мы познакомились на дискотеке. Нет, ну мы, конечно, и раньше встречались. Ах, вот как? Я заходил в видеопрокат там, где Марат работает. Точнее, работал. А сейчас чем занимаетесь? Если не секрет, конечно. У меня с друзьями бизнес. Не гостиничная, случайная? Нет. Мы занимаемся продажей видеокассет и дисков. Вот. Ну и как интересно заниматься этим бизнесом? Не предел мечтаний. Извините. Алло. Я тебе перезвоню. Да. Какой интересный у вас звонок. Эта мелодия из какого-то мультфильма. Где-то я его слышал. Недавно. Ну хорошо, я пойду покурю. Не желаете присоединиться? Не желаешь? Спасибо, я не курю. Похвально. Хотя сигары, это все равно, что хороший коньяк. Не обязательно быть пьяницей, для того, чтобы испытать удовольствие. Кстати, мой любимый сорт. Маша подсказала. Случайно угадал. Случай. Да. Так много в нашей жизни играет случай. Вот взять бы нас, да? Казалось бы, кто мог подумать, что мы встретимся еще раз при таких интересных обстоятельствах. Нет, конечно, я не в восторге от того, что приятель моей дочери налетчик. Нет. Но морали читать не стану. Сам не ангел. Потом мне понравилось. Так вы все это провернули. Извините. Я что-то не понимаю. Человечка одного надо выкрасть. Ты, мне кажется, человек не глупый. Ты должен был понять, что я тебя вычислил сразу. Ну, что ли я не звоню нашим общим друзьям, а мило с тобой беседую, ну, стало быть. Я не собираюсь тебя сдавать. При одном условии. Ну, давай. Рассказывай. Ты не мог бы много на меня поработать. Ты и твои друзья. Ты понимаешь, есть одно дельце. Только звучит похищение, а на самом деле, человек, которого надо выкрасть, сам жаждет этого. Каждой клеточкой. Спасти человека, да еще денег заработать, это ли не дело для настоящего мужчины? Специально команду собирать времени не было. На этой неделе надо решить вопрос. Тут вы очень удачно подвернулись. Нет, конечно, я понимаю. Тебе нужно подумать, посоветоваться с друзьями. Конечно. У вас есть время. До завтра. Да, кстати, ваша доля сделаю. А я плачу 300 зеленых. 100 тысяч. Разумеется, не рублей. Конечно. Да, чуть не забыл. Мне нужна вся информация, которая хранится в компьютере, после чего его необходимо уничтожить. Ну? Что скажешь? Лаборатория у них под химчисткой на окраине города. Вот там теперь он и живет, и творит. Эй, профессор, кончай химичить. Иди нам помогай. Это не входит в мои обязанности. Я свою работу сделал. Да? А по печени? Да, оставь покой этого дурика. Пусть себя шаманит. Веди что-нибудь путное изобретет. Нам же на пользу. Да пошел он. Тоже мне Менделеев нашелся. Солковский хренов. Эйзенштейн. Подожди. А Эйзенштейн разве ученый? Ты что? Атомную бомбу кто придумал? Да, точно. Ты дремучий. Живоние. Если бы вы только знали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мои коллеги находились в очередной наркотической нирване. Мне удалось добраться до телефона и дозвониться Мельдману. Вначале, когда он узнал, где я нахожусь, он отказался мне помочь. Я ему объяснил, что я закончил дело всей моей жизни. Что тот препарат, о котором мы с ним столько фантазировали 15 лет назад, существует. Тогда он согласился, а остальное вы знаете. Вы что, хотите сказать, что изобрели препарат, который увеличивает мозговую активность человека на 40%? На 50. Эта информация хранилась у вас в компьютере? Да. Этот препарат, он есть или это теория? Есть. У одного из ваших людей. Я перелил препарат во пляжку с коньяком и при обыске ваш человек ее забрал. Что ты сказал? А? Не, ничего. Вот это срабели бабули, вот это клево, вот это миллиончики. Значит, сначала, сначала бабушки холодильник, ладно, а потом себе такой, мерседеска или, или кадиллак такой метров 50, чтобы охранники вокруг такие бегали все с автоматами, да, с автоками. А сзади, а сзади, а сзади автобус, девочка, и у них и флаг такой большой на автобусе, там, так, не чемпион, крыше всех на свете, а потом пластическая операция, чтобы как, как дикабрия, чтобы был я. В безумном мире я безумен, нет фигня. В жестоком мире я жесток. И нет во мне ни жалости, ни страха. Опасен я, как волк, и одинок. И жизнь моя сплошная не борьба, а драка. Да, круто. Это про меня. Приматы, жалкие рептилии. Живете в своем иллюзорном мире. И не знаете, что вы всего лишь пища для машины. Ну ничего, скоро я вам открою глаза, и тогда меня уже никто не остановит. И тогда я буду владеть этим говеным миром единоправно. Так какую же? Красную или зеленую? Эх, Морфеус, Морфеус, где же ты, когда ты мне так нужен? Ну кто? Кто из них агент Матрицы? Солидно вставила. Вчерашних надо было шесть. А эти с двух рубят. Что-то мне херовато. Пойду-ка я сортирую. Вот это, МДП-2Ч. Максимальное действие препарата. Два часа. Ясно. Вот это, побочный эффект. Простите. Побочный эффект ТС. Это самое интересное. Побочный эффект. Препарат вызывает телепатические способности. То есть? Человек, находящийся под воздействием этого препарата, способен улавливать чужие мысли. Вы это серьезно? Абсолютно. Сам проверял. Абсолютно. Я прошу всеобщего внимания. Я должен сделать очень важное заявление. Ты гей? А может ты это? Дело в том, что я могу слышать то, что... Вы думаете. Теперь я понял, кто засланный. Это ты, агент! Избавляться пора нам от этого гения, пока не поздно. Если бы вы знали, какой бред творится у него в голове, вы бы со мной согласились. Так. Петр Фомич. Да? Значит так. Сейчас вы справляете свою формулу таким образом, чтобы никто, слышите? Никто никогда не смог еще бы хоть раз до этого додуматься. Понятно? Переписывайте все это на другую дискету. Мы же не можем допустить, чтобы настоящая формула досталась врагу. Да. Не можем. Давайте. Работайте. Я вас покину ненадолго. А. 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 Алло, Мишель. Да, я. Тут накладочка вышла. У твоего знакомого сердечко не выдержало. Не знаю. Может от радости. Ну, какая разница? Ну, его с нами больше нет. Есть главное. Есть диск с информацией. Тебя это интересует? Мне нужна вся информация, которая хранится в компьютере, после чего его необходимо уничтожить. Да, безусловно. Конечно. Половина, да. Это справедливо. Говори, где, когда. Ага. Ага. Да, понял. До встречи. Угу. Алло, Егор. Привет. Чернов. Здорово, здорово. Да, давненько не видались, да. Ну. Ну, я слышал, ты сейчас в таком фаворе. Да. Ой, ой, не прибедняйся. Ну, ладно, всегда было трудно. Ага, ага. Я, я знаю, у тебя тут и юбилей был недавно. Нет, я тебе подарочек припас. Мельдман, помнишь? Михаил Мельдман. Да. Да, 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 да. Да, 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 да. Ты не хотел бы его взять с поличными? Нет. Я серьезно. Тогда вспоминай. Тогда вспоминай. Одно время мы его даже и вели, но потом пришлось отказаться от слежки. Вечно людей не хватает. Как ты его раскусил? Профессиональное чутье. Я всегда говорил, что с твоим уходом мы потеряли одного из лучших наших сотрудников. Ну, ладно. Ну, может опять к нам? Будешь моим замом? Как тебе? Спасибо, конечно, за предложение, Егор. Ну, просто сейчас планы немного другие. Кстати, не мог бы ты помочь? Чем смогу, помогу. Проси, чего хочешь. Ну, устрои встречу с президентом. Ну, куда хватит? Ну, куда хватит? А че не с папой римским? Я знаю, ты можешь. Пять минут. Пять минут его драгоценного времени. Ох, Толик, Толик, ну, ладно. Это все так неожиданно. Ну, ты же сам сказал. Проси, чего хочешь. Ладно. Подумаю, чем смогу помочь. Спасибо. У тебя что? Две пары. А у тебя? Фулл хаус. У киевского тоже. Но мой-то фулл хаус бьет его. Ладно. Тогда делаем игру. Крупье уже маякнул, Леша, что у меня пара. Ты сейчас не высовывайся. Ходи по минимуму. Когда меня ход дойдет, я пойду в аппанк. Думаю, киевский должен это схавать. Ну, ладно. Играю на все. Ну, все, сучонок. Попался. Поддерживаю. Я пас. Да что такое? Вообще не пас. Может, любви хоть повезет, а? Ну, этот был вот я, напарин. Интересно, в какой он постели. Поздравляю, Белый. У тебя появился поклонник. Что за паскудство, а? Давай быстрее заканчивать, а то я сейчас поливану. Поддерживаю. У меня две пары. Два вольта, две десятки. И это все? Куда же ты с такой картой перся? Фулл-хаус, деточки. Извини, старина, но мой фулл-хаус бьет твоего. Спасибо за игру. Извините, еще не так. Суки. Развели меня. Ну, малолетки хреновые. Сейчас я вас буду мочить. Даже не думай. Вы что, молодняк, совсем забурили? Знаешь, Леша, мы тебе не шпанат вороем, поэтому если хочешь что-то предъявить, давай. Я тебе предъявлю. Дрошу, успокойся. Я тебе предъявлю, сучонок. Покуси. Я тебе так предъявлю, ты у меня кровью харкать будешь. Покуси. Ну, ладно, ладно, ладно. Все нормально, пацаны. Все нормально. Иди на свои дороги. Ты коммунисты, ну, блин, ну, ну. Успокойся. Фулл-хаус, Фулл-хаус. Встань, да стыд. Они нас развели, ты понял? Они нас развели, уроды! Покуси. Остынь ты. Хочешь нас стелить непонятки со старотеком? Если Чернов заступится за них, тогда нам сразу лучше линять из города. Героям дежурный ф Хелен Я, даже и не думай! О, даже и не думай! Ха! Ха! Ха, а! Йо! Даже и не думай! Даже и не думай, что твой номер плотов Номер раз Не пытайся сделать раз Даже и не думай, Даже и не думай, Чтоб я померу В начале Одно мировое, не пытайся сделано. Эй, это титаном шпантона, жижи, прыгать не отрезона. Я стригу лапы, как твой отец стрижет газона. Ты сует билет-компостера, а я сую себя в табло. Все бы грузы, гимонок, вы попляшли. Ну, как? Как всегда. Сделай погром. Твой тесь человек с размахом. Личный советник-президент. Круто. Ну, а мы так и будем по мелочевке работать? Теперь и этого не будет. Это почему? Засветились мы, златоглавый. Никто не хочет с нами играть. Эти были последние, кто подписался. Ну, и что мы теперь будем делать? Что делать? Учить английский. Зачем? Ежегодно в Лас-Вегасе проходит чемпионат мира по покеру. Призовой фонд, миллион долларов. Круто. Так это вообще пора куда-нибудь выехать. А то я, как кроме Костромы, нигде не был. Предлагаю отметить. Бармен, три виски. Не-не-не. Я не буду, мне сок. Белый, ты че? Ну, раз актера из меня не вышло, значит, и бухать я больше не буду. Вот это достойное и правильное решение. Никита, предлагаю поддержать друга. Бармен, три сока. Вот такая вот история, друзья мои. Вы скажете, вранье, не может быть. Тогда откуда я знаю, о чем вы думаете? Когда он родился, было жарше. И сам, что светило, особенно ярко. Я закипела кровь, это судьба. Быть таким, каким его природа создала. Первые места для него оставила. С самого начала на него поставила. Не в его правила, ты играть по правилам. Правда, правда, ветер в голове. Правда, правда, сила в кулаке. Подходящего момента не ждет. Стоящего дела не пропустит, подход не идет. Простой путь выбирает, пробивает стены головой. Не привык держать себя в руках. Конфликты не решает на словах. Правда, правда, в силе сила в кулаках. Как за каменной стеной, за его спиной. Узкий круг людей, его друзей. Каждый день, как последний. Гулять, так гулять. На ветер все деньги, он знает, ты взять. Это рассказ про хороших людей. Это рассказ про пару парней. Это рассказ про тех, кого вы знаете или видеть могли не раз. Он родился в рубашке, новая звезда зажглась. Удача положила на него глаз. И не ошиблась, все карты в его руках. Он не видит конкурента в игроках. Правда, у него на всякий случай план. Неправда, неправда, что везет дуракам. Точный расчет, как весы. Знает, на что идет, взвесив все минусы и плюсы. Собственные силы и тузы не всегда в союзе. Если ты с фортуной не на ты. Он не искатель легких путей. Легкие деньги, это дело техники. Правда, правда, в силе сила в голове. Насилие не в его стиле, если он не преследует спортивный интерес. Каждый день, как последний, гулять, так гулять. На ветер все деньги, он знает, где их взять. Это рассказ про хороших людей. Это рассказ про пару парней. Это рассказ про тех, кого вы знаете или видеть могли не раз. Кстати, ваша доля сделает 100 тысяч. Разумеется, не думал. Я отказываюсь. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба их. Пара парней и пара их друзей. Захотели пару миллионов рублей легких денег. Цель была одна их поднять, во что бы то ни стало. Нужен был план и физическая сила. Все будут в доле, кто будет в деле. Это не шантаж. Правда, 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 это не саботаж. Второй этаж, вечер, отель. Стол, игра в карты, куча денег. Никто не ожидал таких гостей. И вот первый этаж, ночь, квартира в центре. Стол, пара парней уже делят деньги. Деньги. Это рассказ про хороших людей. Это рассказ про пару парней. Это рассказ про тех, кого вы знаете или видеть могли не раз. Это рассказ про хороших людей. Это рассказ про пару парней. Это рассказ про тех, кого вы знаете или видеть могли не раз.